Михаил, добрый вечер. Сегодня для вас был очень непростой матч, и удаление, и активная очень игра ЦСКА. Скажите, почему команда, первый вопрос, почему все-таки команда не готова физически, ну не так готова физически, чтобы противостоять такому прессингу ЦСКА? Просто было видно, что ЦСКА у вас действительно подмяли и в первом тайме, но в втором понятно, когда удаление было. Я думаю, что добрый вечер, что абсолютно не в уровне готовности, потому что двигательная активность показывает, и состояние игроков показывает, что они абсолютно готовы. С точки зрения качества мы немножко неважно выглядели, да, ЦСКА был более цельным в первом тайме, и мы неправильно оборонялись, очень низко подсаживались и давали простор игрокам соперника. Хотя, опять же, первые 10 минут мы начали правильно, активно, да, и у нас были подходы и хорошие ответные атаки. Но вот, к сожалению, дальше мы распускали опорных игроков соперника и трех центральных защитников, они на свободных мячах могли делать смелое направление атаки. То есть, и здесь у нас, естественно, были проблемы. К сожалению, да, но, опять же, второй тайм мы сделали определенные корректировки, но, к сожалению, опять же, раннее удаление, да, когда в меньшинстве и появляется больше свободных зон и больше моментов у соперника, которые они имели. Да, ну, опять же, значит, что-то мы делаем правильно, раз нам воздается, да, и у нас есть даже один момент, но из которого мы выжимаем максимум. То есть, замену Пеняева вы решили перестроиться, то есть, убрали нападающего, вот вы заменили быстро своего нападающего. Нет, Пеняев попросил замену, потому что почувствовал определенный дискомфорт, мы не стали усугублять, потому что он только пропустил у нас игру, поэтому сейчас еще раз перепроверим его. Парень молодой, большая нагрузка на него сваливается, и это тоже, конечно, нам спутало карты, потому что вы видели, что в первые 10 минут у него был хороший момент в 100%, когда он попадает в перекладинку или в штангу, да. Поэтому вот эти вот факторы, они тоже влияют на характер игры. Вы считаете, вот следите за столь сколько очков вы набрали после того, как приняли локомотивы, или нет, или это вас не интересует? Я просто вам могу напомнить, что сегодня вы сыграли в ничью, и тем самым после паузы зимние три команды набрали из 7 игр по 16 очков. Зенит, локомотив и ЦСКА. Это плохо? Ну это очень хорошо, я считаю, очень хорошие результаты, и мне хочется вас поздравить. Спасибо вам огромное. Ну мы двигаемся, мы двигаемся дальше, потому что нам очень важно, мы для себя решили, что каждая игра, тем более в той ситуации, где команда находилась, что она как финал, и нам... Игра может по-разному складываться, может что-то получаться, мы можем превосходить соперника, можем уступать, но самое главное это дисциплина, организация, характер. И стандартные положения, в том числе и это влияние на игру определенное, да, поэтому мы их тоже готовили. Сегодня мы очень рады, что этот момент принес нам результативное действие. Спасибо. Есть еще вопрос, коллеги. Саша. Да, Михаил Михайлович, два вопроса. В первую очередь, Виллисон Азидор триумфально вернулся, не играл, не забивал в премьер-лиге с осени прошлого года, с ноября, в каком он был состоянии, в каком он состоянии подходил, рвался ли в бой, потому что болельщики не понимали вообще, в каком он состоянии. Статус, так скажем. И второе, почему Марио Метай не попал в игру и случилось такое удаление вскоре после выхода на замену? Ну, что касается Азидора, он работал в общей группе и у него, в принципе, его состояние и кондиции позволяли на определенный отрезок времени помочь команде. С учетом синтетики в Оренбурге мы не стали его водить, но сегодня в дерби мы понимали, опять же, что тот отрезок времени, который ему предоставился, нам нужны были быстрые игроки, которые могли убежать за спину, которые могли доставить сопернику определенные неудобства. Плюс у него голевую частью есть, в принципе, я реализовал этот микромомент со стандарта. Что касается Метай, я думаю, что игровые карточки, да, которые где-то неправильный выбор позиции, опять же, динамичная игра, довольно-таки интенсивная, очень непросто входить по ходу игры. Мы, опять же, проговорим, самое главное, что это не дисциплинарные моменты, а игровые, да, вот это вот, все это рабочий процесс. Спасибо. Ничего, есть вопрос? Не забывайте, не забывайте себе издание. Добрый, если можно, вопрос. После удаления, после того, как Меняев получил травму, выпустили защитник, который был удален, а Токнезиана выдвинули вперед, это наигранность или это по обстановке вам пришлось сделать? Нет, нет. Если кто анализирует наши игры в прошлом туре с Оренбургом, мы, в принципе, точно так же перестроились, потому что Метай, в принципе, типичный левый защитник, фланговый защитник, и в сборной своей играет национальный в этой позиции. Поэтому для надежности, для более дисциплинированности в этой позиции Метай был отправлен в позицию флангового защитника, а Наир поднялся выше, в крайнем атакующем игре.